Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Приобретая какую-либо вещь, мы сразу пытаемся найти ей место в своем доме или, по крайней мере, удобно расположить ее на хранении. Оптика не является исключением из этого правила. Приятно, когда все, что необходимо, красиво уложено в небольшом саквояже. Сегодня мы рассмотрим пример такого подхода. Это будет детский микроскоп и входящий в его поставку комплект. Микроскоп поставляется в прочном пластиковом чемоданчике, в котором он может переноситься и храниться. Содержимое чемоданчика впечатляет. Кроме микроскопа тут можно найти массу полезных вещей, которые аккуратно разложены по своим местам. Итак, в комплекте 5 готовых для исследования препаратов, предметные стекла, набор для разведения рачков артемий, микротом, пинцет, сетевой адаптер питания подсветки, ручка-фонарик для верхней подсветки, батарейки типа 3A в комплекте, цифровая камера с USB кабелем, чехол для микроскопа. Стоит отметить, что вместе с инструкцией к микроскопу прилагается довольно полезное и красочно оформленное руководство для начинающих под названием «Интересный микроскоп. Изучаем микромир». Собран микроскоп хорошо, пластик применен только в не очень ответственных элементах конструкции. Качество отделки удовлетворительное. Сам прибор небольшой, его высота порядка трехсот миллиметров, а вес около полутора килограммов. Микроскоп имеет наклонную монокулярную насадку, оснащенную узлом плавного поворота на 360 градусов. Таким образом можно повернуть окулярный узел, обеспечив его более удобное положение. Оптическая часть микроскопа представлена тремя объективами четырехкратным, десятикратным и сорокакратным, и двумя окулярами десятикратным и шестадцатикратным. Объективы расположены на револьверной головке, прикрытой спереди пластиковым щитком. Объектив с увеличением сорок крат снабжен пружинищей оправой, предохраняющей от повреждения препарат и фронтальную линзу объектива при фокусировке. Кроме этого, в трубку монокулярной насадки предустановлена двукратная линза Барлоу. На ее корпусе нанесена шкала, по которой, как предполагается, можно оценить коэффициент ее увеличения. Заявленный производителем диапазон увеличения микроскопа составляет от сорока крат до тысячи двухсот восьмидесяти. В целом оптика микроскопа среднего качества. Линзы не просветлены, а серебристая внутренняя поверхность окулярной трубки при выдвижении линзы Барлоу сильно бликуют. Подготовка микроскопа к работе очень проста. Собственно нужно только нажать кнопку включения подсветки. Дело в том, что кроме питания от сети, нижний светодиодный осветитель может работать от трех батареек типа AA. Они располагаются под сетчатой крышкой основания микроскопа. Для того, чтобы добраться до отсека батарей необходимо открутить четыре винта расположенных в резиновых ножках. Будьте осторожнее, крышка металлическая и ее края довольно острые. Несколько слов о системе освещения. Нижняя светодиодная подсветка микроскопа имеет большую матовую линзу-конденсор, используется для наблюдения прозрачных образцов. Для верхней, боковой подсветки применяется светодиодная ручка-фонарик, входящая в комплект. Она может быть установлена на штативе микроскопа в соответствующее крепежное отверстие и поджата торцевым винтом. К сожалению, при таком способе установки пучок света, даваемый этой подсветкой, не попадает в центр предметного столика. Управлять интенсивностью нижней подсветки можно, вращая колесико регулировки освещения, расположенной сбоку основания микроскопа. Кроме этого регулировку уровня подсветки можно осуществлять колесом-диафрагм, расположенным под предметным столиком. Диаметр диафрагм от 2 на 8 мм. Для настройки фокуса конструкции микроскопа предусмотрены ручки грубой фокусировки. Надо сказать, что фокусировка довольно жесткая. Диапазон перемещения предметного столика в процессе фокусировки порядка 15 мм. Он может быть ограничен по высоте с помощью специального регулировочного винта. Для фиксации стекла с препаратом на поверхности предметного столика имеется два подпружиненных держателя клипсы. Как я уже говорил, в комплект микроскопа входит цифровая камера с разрешением 2 Мп. Она устанавливается в монокулярную трубку вместо окуляры и линзы Барлоу. При работе с микроскопом отмечаем, что изображение четкое только при увеличении до 100 крат. Использование больших увеличений довольно быстро ведет к ухудшению качества изображения. Применение увеличения свыше 400 крат для данного микроскопа вряд ли может быть оправдано. Вот, например, Дафния. Снимок сделан самым слабым объективом. И вот она же уже с десятикратным объективом. Как видите, по краю поля уже заметно размытие. Аналогичный эффект отмечаем при наблюдении среза пробки с десятикратным увеличением. Особенно это заметно с правой стороны кадра. А вот фотографии таких протяженных объектов, как муравей и планария с применением четырехкратного объектива очень хорошего качества. Микроскоп Levenhuk 50LNG несомненно привлекает как родителей, так и детей богатой комплектацией и удобным кейсом. Широкий набор различных аксессуаров и руководство и интересный микроскоп, изучая микромир, окажутся очень полезными при работе с микроскопом и в изучении микробиологии. К сожалению, микроскоп имеет не слишком высокое качество отделки, жесткую систему фокусировки и довольно посредственную оптику. Однако, несмотря на это, он вполне может быть рекомендован для детей школьного возраста и школьников младших и средних классов. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Субтитры создавал DimaTorzok